всем привет мои дорогие добро пожаловать к нам в гости снова за новой порцией мотивации сегодня вам приготовила очень мне кажется интересное видео сегодня будем и готовить разберем покупки и будет влог и поубираем разберем вещи самое главное что все это было в удовольствие и думаю что у вас точно так же все получится после моей мотивашки начала это видео с идеальной кухню конечно такая бывает только после того как мама ее уберет у меня завал посуды меня не было предыдущий день я куда-то уезжал уже не помню и муж у меня тут хозяйничал он уже знает он у меня тут натирает эту раковину потому что вот когда бывает что я приезжаю и в таком она состоянии я ругаюсь говорю я люблю когда раковина чистая пусть будет посуда вокруг еще что-то но раковина особенно с нашей водой здесь известковый налет быстро появляется его день если ее не трешь все она прям матовая такая страшная страшная становится и вот сейчас убрала посуду показываю вам да что было и потом начнем домашние все кухонные дела с чистой раковиной мне нужно будет это мясо и овощи помыть и хочется чтобы было приятно и мне и вам конечно тоже смотреть на это покажу сейчас вам покупки муж был в магазине купил немножко овощей мне купил курицу домашнюю сейчас будем готовить себе он покупает ну и детям тут тоже иногда дает балует мясо сыро вяленое вялено я в этом не очень разбираюсь я просила его купить кусок сала для бабушки в городе не может найти и она так вкусно его делает можно и два куска и отвезти она нам и себе сразу там чесночком маленькими кусочками все это замораживает но вкуснота одним словом поэтому начинаем нашу работу на кухне я сейчас мою овощи фрукты спрашивали у меня как-то специально что-то тут лью для консервации нет просто уксус девяти процентный яблочные сейчас постоят немножко они у меня потом содой помою и все либо мылом обычно мою но у меня тут на кухне чуть как-то мне мыло давно не было жидкое мыло везде а вот кускового нет обычно всегда на кухне держу и мой фрукты и овощи сейчас очень много продается химических данных этих средств для мытья посуды и везде уже пишут что они для мытья овощей и фруктов ну потому что мы все пользуемся в принципе да и маркетинг не стоит на месте все это эко био не знаю как этому относиться мне кажется кусковое мыло там поменьше всяких добавок даже если что-то чуть-чуть останется на этом яблоке то это будет наверное меньше вреда чем от вот таких жидких средств сейчас разделывала курицу я всегда разделяю саму тушу отправляю на бульон сейчас поставила воду будет суп на два дня нам хватит и ножки крылья субпродукты сейчас нарезаю буду готовить ну что-то типа плова потому что нет казана только как такая у меня сотейник в котором я всегда что-то такое тушу будет у меня ну как плов но это на один день то есть получается одной курицы хватает на два дня суп и один раз там поужинать например всей семьей вы меня спрашивали про нержавеющие кастрюли здесь у меня гипфель берхов и икея ну вообще вот этот святейник мне подарила сестра на свадьбу в 2008 году то есть представьте сколько ему лет у него уже вот видите это не грязь уже все это от времени все портится но все равно пользуемся зрители пишут что мама тебе носки одевает понимаешь как будто ты сам не можешь а то что маме дети пришли из школы я их уже жду переодеваемся амелька любит очень эту кофту как раз ее постирала ей положила сюрпризом мне вы кстати отписали да что носки не раз уже был комментарий почему носки одеваете ребенку да просто потому что приятно и хочется это сделать конечно они могут и сами эти носки одеть а сейчас покажу пакет который стоял несколько дней дети с ума сходили хриша меня замучил мама что в этом пакете я заказала им подставки для учебников они меня просили и у них сейчас умная определёнка начали они ходить там творческая мастерская и я заказала специальный фломастер и пластилин для этой творческой мастерской это твоя мечта то что ты так просил он очень просил сколько счастья было что значит нужно очень сильно захотеть и долго ждать а вот наконец-то все приехало и теперь счастье полной штаны я юнландия у юнландии огромный ассортимент там и наборы для шитья из фетра и очень много наборов фломастеров мы выбрали трехгранной на водной основе для нас это актуально также мамелечка очень хотела фломастеры да именно такие маркеры здесь пастельные оттенки у юнландии очень большой ассортимент пеналов дети у меня очень хотят такие знаете на двух-трех молниях большие пеналы чтобы помещались карандаши и фломастеры и на новый год решила им подарить сейчас слишком много всего будет много подарков а новый год в самый раз юнландия ответственно подходит качеству продукции большая часть товаров производится в россии вся продукция сертифицирована и проходит строгий контроль качества я очень люблю покупать наборы для творчества так мы можем вместе время провести поиграть полепить пообщаться посмеяться можно и чай попить пока они играют но вот в этот раз мне не особо удалось потому что мишонька постоянно поразил моей помощи если у вас как у нас еще чего-то не хватает для школы или хотите что-то новенькое купить для творчества с твоим детям то я оставлю вам ссылочки в описании переходите на зон очень большой ассортимент у юнландии и также оставлю свой промокод на скидку десять процентов папа уставший ты массаж делаешь колючками а еще кулачками можно по ним постучать по колючка вам будет приятно мне кажется ну как хорошо вижу чтобы не повезло еще можно эти колючки под футболку положить и постучать попробуем ему нам еще быть приятнее так сильно приятно что больше не надо у меня уже почти готова курица поэтому я берусь за овощи заранее все приготовила у меня помыта морковка была лук спрашивали как храню да как как придется есть кусочек положила в холодильник да и лежит ничего там не закручиваю запахи никакие не чувствую очень удобно когда ты сразу все помыл все овощи переработал они у меня не гниют у меня муж тоже знаете как вот вы пишите они наверно после мытья будут портиться на самом деле ничего не портится может сейчас сам гадаю давай правда я там помогу тебе помою поэтому тут просто нужно пробовать также с картофелем я сейчас нарезаю кубиками воду холодную и в холодильник он у меня там днями хранится в воде когда мне нужно крахмала меньше ну мне так врач сказала 18 часов он должен быть у тебя в холодильнике и кстати очень удобно много картофеля можно нарезать положить в холодную воду вообще воду в холодильник большой контейнер и всегда доставать если вам нужно супчик сварить всегда уже все готово овощи у вас помыты ну вот у меня пока пока на этой стадии все вот такие подготовки к приготовлению еды кто-то я знаю что берет сразу прогоняет морковь через микс не миксера комбайн и так хранит заморозки опять же всех все по-разному еще знаете прошлом видео рассказывала вам про каналы до которые смотрю общаемся и сказала про канал мама может и я перепутала вы мне потом все поправляли что девушку не так зовут а канал называется youtube мама и там хозяйка канала до ира у нее двойняшки мальчишки может кто-то из вас тоже канал ее смотрят она мне писала вот потому что название как-то мне перекликаются вот оксану вам написали да что оксану зовут канал мама может я не знаю мы с ней не общались ни разу как-то не приходилось вот иришке я очень благодарна за ее отзывчивость на самом деле не так часто пишут предлагают помощь обычно наоборот спрашивают моего совета и здесь у меня хотели выручить мне было очень приятно это синичка это синичка это синичка тихо 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 ты молчала она она боится боится надо отпустить где вы ее поймали она залетела да на балкон ко мне нет а разве там была у нас окно открыто она погреться залетела или поискать аккуратно ну Тихо, 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 стоп, стоп. Штоп. Молодец. Дерется, дерется, дерется. Я просто... Я лишний это. Надо штурки аккумулятировать. Я так хорошо. Не прыгай, не прыгай, Лёва. Отпустите её. На подоконник и посмотрите. Полетит она сама? На подоконник. Полетит. Всё, счастливого пути надо ей сказать, да? Через окно Брика. Она села на дерево. Села на дерево. Повезло. Не съели меня дети. Не раздавили. Не засушили. Живая осталась. Надо всем рассказать. Такое бывает. Готовим дальше. Я добавила лук. Немножко потушила, чтобы он стал мягкий. Сейчас морковку добавляю. Добавила сразу перчик. Перемешаю. И добавлю сюда куриный бульон из супчика. Чтобы уже воду не добавлять. Я не жарила мясо, как обычно на плов. Надо обжарить. Я так не делаю. Я обычно добавляю воду. Потом вода испаряется. И вот тогда мясо начинает как будто бы пригорать. Но чуть-чуть. Вот я в этот момент его начинаю мешать, чтобы оно чуть-чуть... Как бы корочка у него была. А потом опять начинаю тушить. И тогда получается такой бульончик не белый. Чуть-чуть золотистый. Но тут это прям момент надо не упустить. Так же у меня там и с рыбой. То есть тут каждый делает как ему удобно. Я стараюсь не жарить. Поэтому у меня такая еда где-то. Кто-то говорит вкусно и аппетитно. А кто-то скажет ужас какой. Никто ничего не жарит. Все пареное, вареное, невкусное. Я включаю. Во-первых, заливаю кипятком. Включаю максимальную комфорку. Самую большую. Только выпаривается вода. Я тут же закрываю крышкой. Закрываю полотенцами. И выключаю. То есть сам рис уже доходит. Тут конечно нужен казан. Конечно нужен ровные пропорции. Я обычно плов готовила 2 стакана риса. И 4 стакана воды. Тогда он не разваривается. То есть достаточно воды. Рис опять же, да, все выбирают определенный. К этому надо так прям подходить. Но я не, честно говоря, не заморачиваюсь с этим. Нет казана. Рис с овощами. Да и ладно. Немножко, мне кажется, разварился. Было бы получше, если бы пожестче. Но ничего. И так вкусно. Все все съели. Сейчас буду заниматься этим шкафом. Видите, да, что я его тут по полной уже загрузила. Я вам рассказывала, что я купила их два. И вот один все поставила. Правда, там надо, где молния, немножко шов разошелся. Надо будет зашить. И у меня металлический весь каркас сейчас в гараже лежит. И я привезла сюда чехол. Постирала его. И мне показалось, что он стал таким мягким-мягким. То ли он таким был, то ли он думал, что еще сел. Молния какая-то. То есть он прям по-другому совсем. Молния съежена. Я думаю, надо посмотреть. Потому что поеду на этой неделе на выходных. Посмотрим, как получится. Поеду его устанавливать. И заранее надо проверить, все ли нормально с этим чехлом. Оказалось, все хорошо. Вот интересно, что я даже не заметила. Изначально так было. Они языки, эти шкафы. Может быть, бывает же, что партии разные. А может быть, правда, я и в сушильной машине его так прокрутила. Наверное, дольше, чем обычно. Ну и первый чехол я точно так же и стирала, и крутила. Тут были такие застарелые желтоватые пятна. Поэтому хотелось все отвести, чтобы ничего не видно было. Вот видите, молния немножко такая скукоженная. Но нет, все хорошо по размеру. У него вообще даже ни одной дырочки-то нет. Поэтому я решила его уже оставить себе, чтобы обратно все это не снимать. Они, в принципе, одинаковые. Пожестче, получше. Чехол отвезу подружки. Сейчас еще отвечу на вопрос. Спрашивали про Саву, про съемку. У него сейчас такой возраст. Может, надо разрешение спрашивать, что я его снимаю. Он всегда говорит мне, хочу, не хочу. То есть я смотрю настроение, если… В принципе, у нас все давно привыкли, и вообще нет таких вопросов, можно так сказать. Потому что тоже писали не так давно мне зрительница, что хочет начать свой канал, но постоянно не может взять камеру в руки. Тут дети крутятся, и как-то все несподручно. Так оно и есть. Мне было очень сложно это все начать. Но, с другой стороны, это проще, чем снимать что-то по сценарию с детьми, например. Потому что ты ставишь камеру, где хочешь. Мне, например, все знают уже. Никто даже не замечает, что она там есть вообще. Это очень, кстати, для детей может быть и хорошо. В будущем какие-то будут профессии. Обычно боясь камер у людей и что-то говорить на камеру. Здесь они уже привыкли с детства, и вообще нет у них какого-то барьера, что ли. Так вот, про Саву он мне говорит, что там бывает не надо. Бывает даже говорит так, за это 100 рублей, например, то мы договариваемся. Насчет канала и буллинга, например, у него все одноклассники знают. Я вообще мало рассказываю, только если спрашивают родственники. Я никогда не рекламирую свой канал. Приходите, что-то смотрите. Потому что даже родственники, если у них нет интереса к домоводству, зачем что-то рассказывать, навязывать. Все равно смотреть они это не будут. Поэтому мне подписаться ради подписки тоже не важно. Сава пришел в новый класс. Я не знаю, как получилось. Может быть, спрашивали у него, чем родители занимаются. И он сказал одноклассникам. Он говорит, мама, меня все смотрят, всем все интересно. Поэтому у него как-то и никакого выпендрежа нет. Это обычная жизнь. И стеснения тоже нет. Как-то они хорошо все там подружились, поладили. Поэтому он воспринимает это все. Просто ровно мамина какая-то деятельность, что она любит, то и делает. Они уже как семья просто попадают в кадр, можно так сказать. Купила, наконец, фикс прайс вешалки. И в следующем видео покажу, что мне там приглянулось. В этом уже места нет на этот обзор. Но я когда шерсть либо складываю, но мне нравится, когда висит, я подкладываю. Вот сейчас у меня пеленки, например, непромокаемые. Из Икея лежат, которые уже не нужны. И я вот так всегда приноровилась. Раньше так делала на вешалку. Просто эту пеленку, как лишние плечики. И потом уже какую-то вещь, которая может где-то деформироваться. Брюки у меня запачкались, поэтому отправляю в стирку. Второй комплект я сдала. И я хочу точно такой же, как вот этот белый. Такая же модель. Все качество, только в таком бежево-рыжем цвете. Уже не было в наличии просто. И я хотела заказать. А вот эта жилетка тоже натуральная 6. Как новая. Это секонд-хенд. 300 рублей. И я уже в ней хожу. Мне она очень нравится. И сейчас бирку уберу. Потому что там 300 рублей написано ручкой. Не отстиралась. Да и не нужна она. Сейчас будет вещь намного приятней. Мне даже нравится возиться шерстяными, качественными вещами. Хочется делать это медленно. В наслаждении. Как мужу тоже сказала. Так приятно, когда у тебя дорогая сорочка из хорошего материала. Когда ты одеваешь еще на нее, например, по утрам шерстяной свитер. Который тоже качественный, натуральный. Чувствуешь себя нам по-другому. И лучше одна вещь, чем 10 более дешевых. Когда ты их стираешь одну за одну. Не так бережешь. А здесь же мне хочется до них дотрагиваться. Хочется ими пользоваться. Обычно показываю вам уборки. Быстро-быстро что-то делаем. У меня сейчас такое странное состояние. Что медленно, наоборот, хочется все это проживать. Потому что бежим куда-то. Я тут тоже занималась уборкой. И думала, почему у нас так быстро начинает бежать время во взрослой жизни. На самом деле ответ-то прост. Потому что ты ухаживал только за собой. А тут появляется еще у меня, например, 5 человек. За которыми ты делаешь многие вещи. И, конечно, твое время начинает лететь быстрее. Потому что ты это делаешь с такой большой нагрузкой. Столько времени у тебя уходит. И уже, конечно, не остается на себя как раньше. И ты начинаешь выкраивать. Вот поэтому и ощущение у нас у всех, что время летит. И все от того, что мы живем не только теперь для себя, но и для всей семьи. И времени, конечно, не остается. Мы когда жили в Таиланде, я общалась близко с семьей, которую знала еще до этого. Они тоже занимаются Ютубом. И мы дружили, не видя друг друга. И вот когда собрались ехать, они тоже туда поехали. И мы так вместе там вообще в соседних квартирах жили. Так интересно. До этого знали друг друга, но не видели. А тут раз и встретились. И вот они очень интересные ребята. Молодая семья. У них двое детей. И они всегда одеты с иголочки. Всегда дома порядок. Я не понимала, как происходит. И я не видела никогда замученную маму, которая вечно стирает, бежит куда-то. Я стала наблюдать. Мне даже было интересно с ними пожить. Посмотреть, как они быт свой ведут. Потом, конечно, я вижу, что дети приходят. Они тут же их раздевают. Они дома никогда в этой одежде не ходят. Они ее вешают, одевают несколько раз. Ну, то есть как вот мы раньше по старинке жили. Наши мамы, бабушки обращались с вещами. Не было таких стиральных машин. И мы все вещи, ну, не как сейчас, одели сразу в стирку. Это какой-то, мне кажется, американский манер, что ли. У нас такого никогда не было. И вот просто я поняла, что есть у них привычки, которые бабушками им били в голову с детства. И так они это все по старинке и делают. И получается, что намного больше времени их остается для себя. А сейчас пришел Сава у меня со школы. Молнию он что-то говорит, мам, не могу расстегнуть. И вот пока я тут голову привела в порядок, она у меня сушилась тоже. И он мне тут рассказывал свои истории про девчонок. Тоже писали, что бедные девчонки очень много с ним знакомятся. Он так серьезно ко всему относится. А сейчас пришел, рассказывал мне историю про девчонок. И как-то такое ощущение, то ли девчонки так делают. Как будто бы у меня уже муж что-то сказал. Я ему говорю Саве, что просто общайся, знакомиться с тобой. Ты же не собираешься жениться. Просто дружите в школе, девочки, мальчики. Какая разница? Он так серьезно относится, как мужик. Он как будто кобылу на всю жизнь выбирает. Ну, как-то, может, это грубо звучит. Но на самом деле так. Потому что опыта, может быть, и нет. Сейчас мы так. Там гормоны, опять же, молодежь. И вот поддаются они этим общественным каким-то манерам поведения. И я ему пытаюсь объяснить. Мне нравится, что он все рассказывает. И мне интересно. И ему, наверное, тоже хорошо. А я сейчас убираю один ковер. Сначала думала... Я, во-первых, серый. У меня тут был серый и коричневый. Серый я в итоге убрала туда с другой стороны дома. Но с другой стороны двери. Здесь оставила два коричневых. Потом, знаете, хожу... Вот мне прям очень тесно это прихожая. Потом хожу, смотрю, убрала этот коврик. И я понимаю, что намного светлее пол тогда. И вот этот квадратный метр, он все равно смотрится темный. Как будто бы обходить его приходится. И я уже, Игорь, сказала, что я уберу этот второй коврик. Как будто бы просторнее сразу без него. И посмотрим там, как, может быть, на... Тут сыпется тоже такой... Этот коврик сыпется с кокосового, да, волокна, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, посмотрю. Может быть, его тогда опять обратно туда за дверь отнесем. А сюда этот чистый коричневый постелем. Что-нибудь придумаем. Я больше люблю вот такие натуральные, они как-то симпатичнее смотрятся, чем потемнее, более такие общественные, которые, знаете, фирмы есть, которые меняют их постоянно, приезжают, стирают. Вот как-то мне в доме уютнее, когда более натуральные симпатичные коврики. Сейчас еще отвечу на вопрос. Спрашивали, как воспитывать девочку среди мальчишек. Ну, вот я так поняла, что у зрительницы только девочка родилась, а несколько мальчишек в семье уже есть. У меня в семье я была сестрой, у моей мамы тоже была сестра, у моей бабушки была сестра и два брата. Ну, в принципе, у нас как-то, ну, тети, правда, да, там мальчик и девочка. Ну, вот мы росли, постоянно такой был женский коллектив у нас. И когда родился Сава, мне было немножко непонятно, как с ним быть, и бабушке моей, и моей маме. Потом, когда родилась Амелия, у нас, вот у мужа, например, и у нас даже с мужем стали лучше отношения, потому что все те женские какие-то мои закидоны, он это воспринимал за какую-то, ну, как будто бы вот у меня вот это, да, то есть я тут что-то не так делаю или воображаю, или еще что-то. Когда же родилась Амелия, он все это увидел у нее, он говорит, Ань, ну, это же, оказывается, просто девчачья, это женская, у вас у всех так. И нам стало намного проще с ним где-то вот общий язык находить. Он уже, ну, вот как-то так. Насчет Амельки и мальчишек, они, конечно, лучше всех ее понимают. Лева, я уже рассказывала, потому что они двойняшки, потому что у него очень мягкий характер, и с ним проще найти общий язык. Ну, а Мишуня с Савой, конечно, есть какие-то где-то насмешки, еще что-то. Но она, в принципе, всегда такая была у нас больше мальчишкой, чем девчонкой. Потом она уже потихонечку, у нее круг стал общение с девочками, школа, вот садик. И тогда появились уже девчачьи игрушки. Я уже заметила, я все даже переживала где-то, что она такая пацанка у нас. Но у нее и характер такой. Она где-то как пепельный чулок, наверное. Что я делаю? Какие у меня принципы основные в воспитании девочки? Просто показываю и сама, показываю мужу и детям, что я девочка, я не мальчик, что мне нравится. Я так и говорю, что мне вот так нравится. И муж уже это все понимает. И к психологу мы ходили, опять же, тоже такие темы поднимали. И также с Амелией я также проговариваю, что она девочка. Она хочет там покраситься. Она хочет волосы что-то с ними делать. Или она хочет нарядиться. Чтобы она не стеснялась. Потому что она где-то перед зеркалом боится стоять. Потому что мальчишки могут посмеяться. Ну я, в принципе, тоже никогда перед зеркалом не стояла. И пример, наверное, просто ей не показывала. Просто проговариваем постоянно, что она девочка. Она другая, вы мальчики. И тут самое главное, как родители друг с другом относятся. Как папа показывает отношения к маме, к девочке. Так же и мальчишки копируют и относятся к Амельке. И такое же отношение будет потом к их женам. А мне очень хотелось бы, чтобы были семьи крепкие. Чтобы жены были поняты моими сыновьями. И сейчас я уже где-то себя показываю им, как должно быть. И по Савве я сейчас уже вижу, он уважает. Уважительно относится к девчонкам, которые отличницы. Он прямо говорит, вот эта девочка отличница. Она рукодельница. Она там еще что-то. То есть он сразу же видит эту разницу. И для меня это важно. Поэтому все, мне кажется, не надо воспитывать детей. Надо менять себя и начинать себя. Тут хорошо, когда полная семья и есть взаимопонимание. Когда она неполная, конечно, всегда какие-то перекосы происходят. У нас в семье вообще была такая ситуация непростая. Мы когда с мужем познакомились, у нас постоянно с ним были такие непонимания. Потому что я росла в семье в полной до 16 лет. Потом родители развелись. Но можно сказать, только назвать, что она полная. Но, в принципе, папа не участвовал в нашей жизни вообще. Его не было ни днем, ни ночью. И в плане финансовом тоже все было очень плохо. Вредные привычки. И поэтому я с детства такая росла. Мы с сестрой самостоятельные. Мама, бабушка, нас учили вязать, вышивать, шить. Выживать в таких, знаете, трудных экономических безденежных ситуациях. И для меня было сложно что-то попросить лишний раз. Я прям себя чувствовала угнетенным человеком. Даже все детство что-то просила. У отца, например, никогда ничего не получала в итоге. И как-то привыкла всегда на себя только надеяться. И когда с мужем познакомились, у него, в принципе, такая же была ситуация в семье. Но все-таки папа там и зарабатывал. И мама была очень сильная женщина. Он был один в семье. И мы с ней были знакомы. И она, конечно, где-то даже меня не понимала. Потому что я была по характеру мягче намного, чем она. И она где-то переживала даже, наверное, за сына. Но с другой стороны, я ей как-то вроде понравилась. Она мне лично не говорила. Это муж мне сказал. Что-то единственное, кто ей понравился. И вот она была очень сильной женщиной. И, конечно, когда мы с мужем уже вместе стали жить, он, как мне потом психолог объяснил, говорит, Ань, конечно, он не знает роли быть мужем. И еще и девушки, например, с мягким характером. Он знает роль, как быть сыном своей сильной мамы. И тут он-то ни в чем в этом не виноват. И ты точно так же. Ты жила в такой семье. И ты не знаешь, что такое жить с мужем. И где-то сказать, что я не умею. Если бы был у меня папа, то я бы совсем другим человеком выросла. Заботливой. И, конечно, где-то бы я ленилась больше, наверное. Мне кажется, так. И поначалу мне всегда родственники говорили, что, Ань, хватит, ты слишком много на себя берешь. Люби себя, люби себя. Я всегда это все слышала. Я потихоньку стала менять, конечно, поведение. Мы стали обсуждать эту тему. И когда родилась Амелька, стало еще проще. Муж тогда все понял. И сейчас уже намного легче. Я с вами, мои дорогие, буду прощаться. Думаю, что ответила на этот вопрос. На пару денечков прощаемся. Пока-пока.